Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все необходимое для комфортной жизни уже есть. Глава Самары Елена Лапушкина проверила готовность квартир для переселения самарцев из ветхого и аварийного жилья. В доме номер 16 по улице Осетинской новых хозяев ждет чистовая отделка, сантехника и электрическая плита. Андрей Горгуленко тоже проинспектировал новые квартиры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Электрические кухонные плиты, сантехника, застекленные балконы, чистовая отделка стен. В квартирах в доме номер 16 по улице Осетинской для заселения все готово. Осталось лишь въехать со своими вещами. В этом доме городские власти купили 11 квартир. Сюда переселят людей из аварийного жилья. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, она уже посмотрела жилплощадь. Квартиры комфортные, да и район обеспечен необходимой инфраструктурой. Квартиры просторные, планировки у них замечательные. И территория достаточно такая правильная. Детский сад, школа рядом. Еще один детский сад открыли. То есть и для развития тоже все есть. Которые уже не подлежат восстановлению. Определить их поможет ревизия аварийного жилья в Ленинском и Самарском районах Самары. Произвести которую поручила глава города. После обрушения стены дома на Арцебушевской это стало особенно актуальным. Кроме того, этот инцидент породил спекулятивные разговоры о том, что старый город нужно полностью снести. Однако городские власти намерены сохранить историческое наследие Самары. Особенно те дома, которые несут архитектурную ценность. О том, что это крайне важно для города, говорят и независимые эксперты. Это совершенно не значит, что все исторические дома представляют подобные угрозы. Их нужно немедленно снести. Особенно если это объекты культурного наследия. Нужно просто запускать какие-то программы, выяснять какие здания подлежат восстановлению. Какие не подлежат восстановлению. Которые подлежат, нужно запускать какие-то программы. Ну, наподобие того, как в Томске действует программа «Дом за рубль». Бизнесмен довольно охотно разбирает деревянные здания, восстанавливает их. Потому что это действительно выгодно. Расселение из аварийных домов в Самаре будут проводить в несколько этапов. Первый рассчитан до конца этого года. На сегодняшний день уже 16 семей переехали в новые квартиры. По нацпроекту «Жилье и городская среда» для расселения из аварийных домов на первом этапе закуплено почти 12 тысяч квадратных метров. В Куйбышевском и Красноглинском районах. Это позволит обеспечить жильем семьи из 348 ветхих квартир. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Стартовали раньше других в Ленинском районе Самары и решили не дожидаться 16 марта и начать месячник по благоустройству уже сейчас. 2 марта приступили к масштабным работам, цель которых – навести идеальный порядок ко Дню Победы и летнему сезону. На территории Ленинского района расположена площадь Куйбышева, где ежегодно проводится парад 9 мая. И это особая ответственность. Территорию не только очистят, но и украсят праздничной символикой. Олег Зверев побывал там, где работы уже идут полным ходом. Сезонные работы, характерные для середины апреля, проводятся в начале марта. В Ленинском районе Самары поддержали решение главы города Елены Лапушкиной начать весеннюю генеральную уборку раньше обычного. Такую же задачу ставит перед районными властями и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Несмотря на то, что месячник по благоустройству официально стартует 16 марта, здесь работы идут со второго. По погодным условиям сейчас занимаемся ворошением снега и подбором крупного мусора, который появляется в результате ворошения. Разворошить и переворошить, чтобы за три праздничных дня большая часть грязных сугробов прекратила свое существование. Задача вполне реальная, учитывая, что осадков зимой было немного, и убирали снег вовремя. Во-первых, как у нас убирают снег во дворе и в территории, в принципе, мне кажется, у нас многие довольны. Вот, так что здесь вот как делалось, так и должно делаться. Постоянно мы просыпаемся от того, что слышим уборочные машины, и у нас чистили снег, и сейчас вот даже подметают. Любая инициатива граждан приветствуется. Унести посильный вклад в общее дело может любой желающий. Тем более, что дело нехитрое. Взял лопату, 15 минут с утра поработал, и это дает хороший заряд бодрости на весь день. А как только сойдет снег, начнется уборка залежей мусора, которые скапливались в три зимних месяца. Задача – ко дню победы навести идеальную чистоту. Начинаем работы с привязкой к погодным условиям. Первое – это с зимними накоплениями, то есть вывоз снега, удаление наледя, оставшиеся на тротуарах, пешеходных дорожках, входных группах, дворовых территориях. И полный комплекс мероприятий до высаживания цветов, покраски бордюров, побелки деревьев. Кроме того, будут приведены в порядок деревья, детские спортивные площадки, малые архитектурные формы. А на Красноармейском и Маяковском спусках оформлены тематические композиции, посвященные 75-летию Победы. К тому же во дворах Ленинского района появится 75 клумб в виде звезд с красными цветами. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Самарские родители стали получать денежные сертификаты за первого ребенка. Пенсионный фонд России начал оформлять документы. Молодым мамам выдают по 466 тысяч рублей. Какие семьи могут рассчитывать на материальную помощь от государства, выяснила Лариса Шалафаст. Поздравляю! С рождением ребенка и получением сертификата. Сертификат на получение материнского капитала получает семья Косовых. Анна и Сергей стали родителями 23 февраля. Сына назвали Максимом. О том, что могут рассчитывать на помощь от государства, узнали, когда смотрели послание президента. Возможность решили не упускать и обратились в пенсионный фонд. Документ оформили очень быстро. Все очень быстро, буквально в течение 15 минут. И на следующий день нам позвонили, сказали приходить за сертификатом. Для нас была это полная неожиданность. Не знали, что так все реально может у нас быстро происходить в стране. В семье Юлии и Сергея Цовма первенец родился в конце января. Молодые родители также решили подать документы. Деньги маткапитала планируют направить на покупку жилья. Было вообще неожиданно. На самом деле так и было. Плюс подарки, когда были в роддомах для первенцев, это тоже было очень приятно, неожиданно. Будем решать квартирный вопрос. Уже присматриваем, прицениваемся, как говорится. О введении материнского капитала за первого ребенка президент объявил 15 января. Согласно поправкам, за второго ребенка будут выплачивать 150 тысяч рублей. Суммарно за двух детей семьи могут рассчитывать на помощь от государства в размере 616 тысяч рублей. Обратиться к нам можно абсолютно просто через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Мы сейчас вообще переходим в проактивный режим. И семьям уже не обязательно отрываться от своих деток, приходить в наши клиентские службы. Но мы их всегда рады видеть. Но тем не менее упрощается сама процедура подачи заявлений в пенсионный фонд. И сертификаты мы уже сможем выдавать в электронном виде, разместив их в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Семье нужно только зарегистрироваться на портале государственных услуг. Семьи, где первый ребенок уже был рожден до 2020 года, после появления на свет второго малыша, тоже получат маткапитал в увеличенном размере. Президент также пообещал ежегодную индексацию обеих сумм. Сама программа выдачи маткапитала продлена до конца 26-го года. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Помочь словом и делом. Свой год со дня открытия отметил благотворительный фонд «Евита». В честь этого для мам и пап палеотивных детей организовали вечер. Мэри Елчан тоже не прошла мимо. Жизнь Юлии Катуниной всецело посвящена уходу за ребенком. У ее сына Сергея неизлечимая болезнь. Уже 16 лет мама борется за его жизнь. Зачастую у Юлии нет даже времени сходить в парикмахерскую или выпить кофе с подругой. Для мам палеотивных детей фонд «Евита» устроил благотворительный вечер, что позволило им хоть ненадолго отвлечься от повседневных забот. Готок воздуха для нас. Нас преобразили, нарядили. Все очень красиво, торжественно, очень приятно. Мы действительно создали те условия, когда мама спокойно в 9 утра уехала из дома и может посвятить весь этот день себе, почувствовать себя красивой. Я вам больше скажу. У меня есть одна мама, с которой мы 5 лет общаемся. И когда я ее сегодня встретила в коридоре, внизу, в лобби, я ее не узнала. То есть, я вообще не поняла, что это моя мама. И только через 5 минут я говорю, Оля, это ты. То есть, вот так вот она преобразилась. В этот день благотворительный фонд отметил свой год со дня основания. За такой короткий промежуток времени почти 400 детей и взрослых получили помощь. Сегодня под опекой свыше 100 малышей с тяжелым заболеванием. В областных больницах оборудовали 6 палат палиативной помощи. Создатели фонда уверены в благотворительности. Эта история не только про то, как состоятельные люди помогают нуждающимся. Эта история про простое участие в судьбе человека, который не может самостоятельно справиться со сложным обстоятельством. Никакие отчеты, какие бы они благополучными не были, они не заменят того душевного контакта, который воцарился между фондом и его подопечными, теми людьми, которые сопричастны к деятельности фонда, а их очень много. И это самое главное. Свою работу со дня основания фонд выстраивает в тесном взаимодействии с правительством Самарской области и при личной поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Я уверен, что такие мероприятия должны способствовать, чтобы партнеров, благотворителей появлялось больше. Появлялось больше людей, которые помогают детишкам, которые нуждаются в помощи в первую очередь, помогают людям старшего поколения. Всегда есть место для того, чтобы творить добро, делать добрые дела. На вечере устроили благотворительный аукцион. Все собранные средства направят семьям с палеотивными детьми. В ближайшем будущем в 63-м регионе может появиться хоспис. Мэри Илчан, Николай Сидоров, Николай Епифанов, События. Россиянам, чьи поездки в Италию сорвались из-за вспышки коронавируса, могут продлить действия шенгенских виз. Для этого стоит обратиться в визовый центр с документами, подтверждающими перенос поездки, сообщил полномочный посол Италии в России. С начала февраля этого года вступили в силу и новые стандарты выдачи шенгенских виз. Теперь подать документы на визу можно за полгода до предполагаемой поездки. Раньше максимальный срок составлял три месяца. Исключением из этого правила стала Финляндия. Подавать визу в эту страну можно за три месяца. Крайний срок подачи пакета документов – 15 дней до даты путешествия. Еще одно новшество – повышенное внимание к правилам пользования визой. Сейчас очень строго консульства. Все будут наблюдать за тем, как человек использовал свою визу. Если, например, он получил визу, к примеру, возьмем Франция, побывал во всех странах шенгена, кроме Франции, то ему будет в следующий раз не отказана виза, но ему будут ставить только однократные визы. Это будет две или три последующие визы, только однократные. Цветы, поздравления, комплименты. Женщины их получают уже сегодня, в преддверии 8 марта. Мужчины стараются создать праздничное настроение. На улицах города от лица губернатора Самарской области Дмитрия Азарова волонтеры вручают цветы прекрасной половине человечества. Подробности в сюжете Елены Малютиной. История праздника Международного женского дня насчитывает более ста лет. Изначально в этот день цветы не дарили. Впервые стали преподносить в подарок мимозу в 1946 году как символ женской силы, восприимчивости и чувствительности. Здравствуйте. Разрешите вас от имени губернатора Самарской области поздравить с днём 8 марта. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо большое. Приятно. Хорошо. Это у вас ночью? Да. Улыбки и хорошее настроение. Цветы в преддверии 8 марта прекрасной половине человечества дарят волонтеры в сквере Фадеева. Здесь приятно прогуляться. Сквер обновили благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». И скоро здесь расцветут клумбы в космическом стиле. Юлия Нейфельд вышла на прогулку с внуками. Говорит, накануне первого весеннего праздника неожиданные поздравления и цветы от губернатора Самарской области получать всегда приятно. Спасибо, что от губернатора, что такая забота и о бабушках, и о девочках, и о женщинах. Мне вообще очень приятно. И погода сегодня прям всё способствует. К сожалению, не часто, но цветы очень люблю и очень приятно их получать. Это однозначно. Поэтому мужчины, дарите всем своим женщинам. Цветочки обязательно не только на 8 марта. Приятно не только получать цветы, но и дарить, говорят волонтеры. Мне очень приятно дарить женщинам подарки, цветы. Особенно в канун 8 марта. Видите радостные лица, получать от этого радость. И вас я тоже хочу поздравить с 8 марта. Желаю вам всего наилучшего, крепкого здоровья, вам счастья. Спасибо огромное. Очень приятно получать цветы. В Самаре за праздничные выходные планируют вручить миллион роз от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цветы волонтеры будут дарить во всех районах города. Елена Малюфина, Николай Сидоров. События. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил с наступающим праздником свою учительницу Людмилу Ковалеву. Людмила Михайловна 37 лет проработала учителем физкультуры в 13-й школе Самары. Помимо цветов и подарков, губернатор вручил педагогу медаль к юбилею Победы. Я сегодня хотел бы вам вручить медаль. Вы знаете, что к юбилею Победы, 70-летие, выпущена медаль. Дмитрий Михайловна, для меня большая честь вам ее сегодня вручить. Спасибо. Детство Людмилы Михайловны пришлось на тяжелое военное время. С семьей она жила в белорусской деревне, которую сожгли немцы. После чего Ковалева оказалась в концлагере, где работала на ткацкой фабрике. После войны вернулась на родину, вышла замуж, а потом переехала в Куйбышев, где и проработала в школе до 70 лет. Сейчас Людмила Михайловна председатель секции бывшей малолетней узники фашистских концлагерей. Цветы сегодня радовали женщин на каждом шагу. Инспекторы ГИБДД вручали их вместо протоколов. В общественном транспорте женщин ждал бесплатный проезд и букет тюльпанов. И даже под землей в метро царила праздничная атмосфера. Наши корреспонденты успели везде и подготовили целую серию репортажей. Сегодня все пассажиры троллейбуса номер 8 смогут ощутить настоящую атмосферу праздника. Женщинам будут дарить цветы и организуют для них бесплатный проезд. Улыбки, весеннее настроение и теплые слова. В преддверии Международного женского дня сотрудники ТТУ радуют самарских девушек цветами и романтической музыкой. Главным виновницам торжества дарят тюльпаны прямо в салоне троллейбуса. Плюс к этому бесплатный проезд. Для того, чтобы поднять настроение, подарить какую-то солнечную улыбку, тепло, веселье, мы приготовили троллейбус 8 маршрута. В нем букеты тюльпанчиков, которые мы хотим вручить всем нашим прекрасным пассажиркам. За музыкальную составляющую отвечает саксофонист Максим Кузнецов. Большим удовольствием буду радовать прекрасных дам с этим замечательным праздником, дарить им улыбки, радость даже тем, кто очень мурно и заходит сюда. Я надеюсь, что настроение у них поднимется и, в принципе, этот праздник не оставит никого из них равнодушным. Самарские девушки буквально растаяли от сюрприза. Признаются, не ожидали, что их начнут поздравлять так рано. На самом деле, неожиданно очень. Я, на самом деле, не рассчитывала, что 6 марта это все будет происходить. Приятно очень. Мне очень приятно, что произошло так, что поднялось настроение в любом случае. Поднимал настроение самарским женщинам и мой коллега Сергей Кизоркин. С радостью передаю ему слово. Сегодня самарские женщины могут проехать на 34-м автобусе совершенно бесплатно. Кроме этого, кондукторы им подарят цветы. Это подарок от автотранспортного предприятия в канун Международного женского дня 8 марта. Днилые дамы, с 8 марта. Проезд бесплатный. Здоровье вам, уютно, тепло. Праздничный автобус номер 34 курсирует на линии 1. Его можно узнать по воздушным шарикам в салоне пассажира. Такого внимания в восторге. Как женщины, так и мужчины. Напоминание неплохое, что надо сходить в магазин, надо купить подарочек и обязательно преподнести его своим дорогим женщинам, девушкам. Всем женщинам России и Земли желаю мирного неба, женского счастья, удачи во всем и всего самого лучшего. Без цветов не остались и сотрудницы предприятия-перевозчика. Начальство поздравило их тоже с наступающим 8 марта. В менталитете в характере наших женщин заложено достижение успеха. И этим примером являются наши сотрудницы. От рядового вахтера до высокого уровня заместителя, руководителя. Пожелаем им сегодня добра, весеннего настроения на каждый день. А праздничный муниципальный 34-й автобус курсировал по городу целый день, даря отличное настроение жителям Самары. Сергей Кизоркин, Анатолий Головко, Николай Епифанов, Максим Гусев. События. Это тот самый день, когда инспектор не спрашивает удостоверения и официальный тон общения сменяется на поздравительный. Самарским автоледи и пассажиркам сегодня вручали цветы, шоколад и наборы сладких пончиков. Канун 8 марта. Это повод показать, что даже когда мужчины в униформе, они с трепетом и любовью относятся к женщинам. А итоги рейда несут только положительные эмоции. Очень приятно за внимание, ну и пожелания, ну, чтобы меньше было на дороге несчастных случаев, вот, чтобы мужчины более элегантны были, а то бывает, что и подрезают. Цветами и сладостями сегодня полицейские щедро одаривали всех самарских водительниц. На остановках помощники и юниоры встречали женщин поздравлениями. Фото на память с букетом и хэштегом цветы для автоледи. Женщин, которые управляют автомобилем, с каждым годом становится все больше, как уверяют госавтоинспекции. Анекдоты про блондинок за рулем больше не актуальны. Как показывает у нас практика, статистика, девушки за рулем, они более аккуратные, более внимательные, и по статистике нарушают гораздо меньше правил дорожного движения. Женщины за рулем сегодня привычная картина, хотя еще 20-30 лет назад их было не так много. Права получают почти все девушки по окончании школы. Впрочем, в этот день поздравления звучат в адрес всех женщин. Поздравить прекрасную половину телекомпании «ГИС Самара» с международным женским днем, с днем весны, с днем любви, с днем красоты. Оставайтесь таким уже очаровательными, привлекательными, любимыми. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Поздравляем вас с наступающим праздником. Благодарим вас за то, что даже в свои праздники вы работаете. Цветы и сладости для прекрасных работниц метрополитена. Активисты молодежки ОНФ поздравляют с наступающим 8 марта Елену Струговщикову. В метрополитене она трудится три года, помогая тем, у кого возникают сложности на турникетах, работает на кассе. Говорит, поздравление стало приятной неожиданностью. Праздник вообще радостный, веселый. Весна, а когда цветы, вообще очень приятно. Поздравили активисты и пассажиров. На станции Алабинской представительницам прекрасного пола подарили более 100 тюльпанов. Общественники говорят, для них это важный и приятный праздник. День, безусловно, очень важный для всей нашей страны и региона, потому что женщины, девушки – это, безусловно, фундамент всех семейных ценностей. Прекрасные эмоции, действительно, очень неожиданно. Акцию также провели на остановках общественного транспорта и на городских площадях. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев, События. В Самаре прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. В 1942 году мировая премьера состоялась именно в Куйбышеве. Тогда музыканты Большого театра, находившиеся здесь, включились в подготовку к концерту с воодушевлением, преодолевая трудности военного времени. Спустя 78 лет на той же сцене Самарского академического театра оперы и балета Ленинградская симфония зазвучала вновь. На этот раз в исполнении оркестра под управлением Евгения Хохлова. Перед концертом зрители смогли увидеть редкие архивные кадры 1942 года, репетиции и фрагменты концерта, трансляцию которого вели все радиостанции СССР. Знаете, особая атмосфера в зале. Мне кажется, что я чувствую просто биение сердец людей, которые здесь присутствуют. И эти сердца бьются в унисон. Бьются с благодарностью к удивительному поколению победителей, защитников, патриотов своей страны, которые отстояли независимость нашей Родины. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самара Гиз на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!